Что вы можете сказать тем журналистам, которые пишут, что вы властная, деспотичная женщина? Не всегда я это читаю, но мне об этом сообщают. Но не думаю, что я такая. Касаемо себя, я перфекционист, но я не требую того же от других. Как-то давно кто-то об этом написал, и подобные статьи продолжают выходить снова и снова. Они вас задевают? Ну, конечно, это очень меня ранит. Но я стараюсь этого не показывать, чтобы никто не видел моих переживаний. Тебе приходится самой себя выталкивать. Знаю, что многие уже не верят во все эти публикации, потому что их слишком много. Слишком много жутких статей обо мне. В то время как в мире происходят гораздо более важные вещи. Но на первую полосу вновь попадаю я. Нужна мотивация, 10 правил успеха, ваша локация. Привет, с вами Эван Кармайкл, и я создаю это видео, потому что вы, вероятно, самый амбициозный человек в своем окружении. Но вы знаете, что способны на большее. И я хочу потолкнуть вас, окружив вас лучшими из лучших. И сегодня мы будем учиться у принцессы Дианы и узнаем мою подборку ее 10 правил успеха. Правило номер 2. Используй свою боль, чтобы помогать. Согласно сообщениям в прессе, в эти дни вам было настолько тяжело, что вы даже хотели навредить себе. Это правда? Когда никто тебя не слушает, и ты чувствуешь, что никто не слушает, то многое может происходить внезапно. У тебя внутри столько боли, что ты хочешь причинить ее себе вовне. Потому что тебе нужна помощь, но ты запрашиваешь ее таким ошибочным способом. Люди видят лишь попытку привлечь внимание, ведь твое имя постоянно пало ущут в СМИ. Достаточно тебе внимания. Но это был крик о помощи, и я хотела стать лучше. Хотела достойно выполнять обязанности жены, матери, принцессы Уэльской. Да, я пыталась навредить себе. Я не любила себя. Стыдилась себя. Я не могла справиться с давлением. Что вы сделали? Я резала себе руки и ноги. И сейчас я работаю с женщинами, которые совершали подобные, и я совершенно их понимаю. Но и они очень сильно поддерживают меня. Именно они помогли мне исцелиться. Правило номер три – служи. Вы были поражены, когда впервые оказались в хосписе? Да. Что вас так поразило? Я всегда была уверена, что это несчастливое место, потому что некоторые пациенты не могут даже выйти на улицу. Так что я испытала и восхищение, и беспокойство одновременно. Наиболее ярким было мое первое посещение. Меня поразило спокойствие пациентов в больнице. Большинство из них уже не с нами, но они так храбро сражались со своей болезнью, что это дало мне такое смирение. Я без шляпы. Присаживайтесь. А мне сюда? Как ваше самочувствие? Хорошо выглядите. Спасибо. Вам рассказывали обо мне? Я видел в новостях. Знаю их слишком много. Правило номер четыре – делай то, что любишь. Как вы оказались в детском саду? Через друзей. Мне хотелось учить детей, и я пошла туда. Сначала я приходила только днем, потом еще по утрам, а затем стала оставаться на весь день. Но я работала там только три дня в неделю, остальное время я нянчилась с американским малышом. Это был совершенно особенный опыт. Правило номер пять – будь благодарен. Я родила двух совершенно здоровых, сильных мальчиков. А это тоже не совсем удается. Я общаюсь со многими семьями по медицинской программе, и я понимаю, насколько мне повезло. Не знаю, как бы я справлялась, если бы у меня родился ребенок с физическими или психическими отклонениями. Я встречаюсь с такими детьми и постоянно учусь у них. Пытаюсь понять, как они справляются. Правило номер шесть – вдохновлять других. Что странного в том, что мы не всегда можем справиться с давлением? Что странного в том, что женщины, как и мужчины, порой испытывают разочарование от жизни? Что странного в том, чтобы злиться и пытаться изменить ситуацию, которая причиняет боль? Возможно, нам стоит более внимательно взглянуть на причину заболевания, вместо того, чтобы пытаться просто подавить его. Признать, что попытки заглушить сильные эмоции не приводят ни к чему хорошему. Что представление женщинам возможности сразу говорить о своих трудностях будет гораздо более эффективным средством, нежели чем дожидаться, пока их стремление жить сойдет на нет. Пока реальные причины этой проблемы не замечают, она будет существовать и дальше. Она будет и у последующих поколений. Если мы, как общество, продолжим подавлять женщин, внушая им, что они должны жить лишь во благо семьи, даже если эти женщины страдают. Если они чувствуют, что у них нет права сделать хоть что-то для себя. Если они чувствуют, что они должны жертвовать всем ради любимых, даже ценой своего здоровья, внутренней силы и самоуважения, то они будут жить в тени других, и их психическое здоровье попросту не выдержит. Но если мы можем им помочь вернуть право заботиться о себе, чтобы делиться своей энергией со своими детьми и семьей, возможно, чуть больше женщин почувствуют, что наконец-то начали жить. Правило номер семь – отдавайся полностью. У вас много интересов, и вы постоянно развиваетесь. Да, но на это требуется время, потому что я не хочу во что-то погружаться, зная, что не смогу этим заниматься. Ничто не может расстроить меня больше, чем какая-то бумага с моим именем, ничем не подкрепленная. Я хочу быть уверена, что хотя бы два-три раза в год буду посещать организации, с которыми сотрудничаю. Я хочу быть полезна во многих сферах. Правило номер восемь – всегда продолжай учиться. Вы также заботитесь о глухих людях. И даже изучаете язык жестов. Я пытаюсь, но я довольно безнадежна. Я считаю, что им важно показать, что тебе не все равно, что ты хочешь понять их. Мне доступны все чувства, но им нет. И я учусь понимать, каково это – не слышать мир с рождения. Как они справляются, как взаимодействуют с миром. А принц помогает вам практиковаться в изучении языка жестов? По-моему, ты не очень меня понимаешь. Я знаю один жест. Знаешь откуда? Когда мне в детстве удалили миндалины, у меня была ночная сиделка по фамилии Хиггс. Она и научила меня этому жесту. И я запомнил. Но далеко я в обучении не продвинулся. А вот у Дианы отлично получается. Спасибо. Правило номер девять – будь бескорыстен. Женщины, которые несут тяжелое бремя заботы о других, также нуждаются в заботе. И не только ради собственного блага, а ради всеобщего блага. Здоровье и счастье, которое покупается за счет боли и страданий других, не может быть приемлема. У женщин есть право на собственное душевное спокойствие. Каждый человек рождается с индивидуальными качествами и потенциалом. Наше общество обязано создать женщинам, поддерживающую благоприятную среду, в которой они также смогут расти и двигаться вперед. Мы должны помочь. И женщины, чье тихое отчаяние часто никому не заметно, должны узнать, что они не одиноки, что их ждет наша поддержка и понимание. И правило номер десять, заключительное перед бонусным видео – оказывай поддержку. Я считаю, что моя роль – всеми силами поддерживать своего супруга, следовать за ним и вдохновлять его, а также быть заботливой матерью и женой. Не всегда у меня получается, но я стараюсь ее исполнять. Некоторые считают, что наркоманы сами по себе являются проблемой. Но я заметила, что такие организации, как Turning Point, которые точно знают глубинные причины проблемы, не склонны к огульному осуждению. Вместо этого нам необходимо решить, какую именно роль мы можем сыграть в борьбе с зависимостью, как родители, друзья, коллеги или работодатели. Знаю, что сегодняшняя конференция, прежде всего, посвящена проблемам алкогольной и наркотической зависимости, но Turning Point также занимается вопросами психического здоровья. И чем больше пациентов будет выходить из клиник и вливаться в общество, тем больше будет потребность в работе Turning Point. Turning Point помогает бывшим пациентам психиатрических клиник приспособиться к нормальным условиям внешнего мира. Для людей, слишком долго находящихся в больничных условиях, забота о себе может оказаться пугающим опытом. Даже такие простые вещи, как обращение с деньгами или использование бытовых приборов, могут вызывать трудности. Эти вещи становятся все более востребованы. И Turning Point получают много запросов от местных властей, о расширении своей деятельности. Психическое здоровье, в отличие от алкогольной и наркотической зависимости, не получает столько общественного внимания. Благотворительные организации обычно заняты другими, более понятными проблемами. Но Turning Point не игнорирует эту тему и активно над ней работает. И я считаю, что мы должны быть благодарны Turning Point за их инициативность и предприимчивость. Одним из их направлений работы благотворительной организации является налаживание крепких связей с бизнесом в вопросах борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью. Сейчас, как никогда, за все 25 лет существования Turning Point требуется помощь. И содействие правительства и бизнеса играет здесь очень важную роль. Я уверена, что конференции, подобные сегодняшней, помогут пролить свет на озвученные мною проблемы. Но Turning Point уверены, что решать эти проблемы необходимо и на личном, индивидуальном уровне. Поэтому всем нам крайне важно осознать значимость своей роли в спасении жизней окружающих нас людей. Поздравляю! Вы досмотрели это видео до конца. Большинство людей начинают и не заканчивают. Большинство говорят, что хотят чего-то и ничего для этого не делают. Но это не про вас. Вы особенные. Вы те, кто верит в себя. И вы досмотрели этот ролик до конца. Я люблю вас, и если вы готовы действовать, то оставляйте хэштег «Верю» в комментариях. И он может появиться в следующих видео здесь, на этом экране. Спасибо вам. Вы потрясающие. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Что вы хотите frase? Академия. 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 Продолжение следует...